Сегодня настроение оказывает сексуальное давление Оооо Тао Бао, с вами Максим Дао В общем, ребята, помните, я вам обещал обзор на палетку Какую? А? Это будет тупо, если скажу, пишите в комментариях, но название видео это будет написано Ммм, непонятно Это называется даунизм В общем, палетка You can be spotlight Light, свет, а спот что? Google Прожектор Все поняли, да? Это прожектор называется Какая она красивая В конце видео также посмотрим, сколько она стоит А пока что Угадайте, в какой руке настоящая палетка, а не упаковка Написали? Так Кстати, она очень приятная Она такая прям софт-тач Окей, Google Мягкое прикосновение Приятненько, как прорезиненное Текаво Но перед этим давайте я сделаю быстренько лицо Тон зинамина Консилер Джеффри Стар Вау, что-то новое Контуринг и Камилана Да, ребят, все остальное всегда в описании написано, если что Поэтому 5 сек, сейчас вернусь Вуаля А вот и я И, конечно же, я до сих пор поражаюсь своему контурингу Что-то в последнее время я его слишком хорошо делаю Себя не похвалишь, никто не похвалит Погнали В общем, вот такая вот палетуська Прям огромная штука Нравится ее трогать Она очень приятная на ощупь, если что Мягкое прикосновение Этому я очень сильно доволен Ну и дизайн, в принципе, окейсный Такой неплохой Неотталкивающий Ну и как бы не особо притягательный Обычка Ну что, давай Ага Ага Сначала мы должны посмотреть свотчи Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот они и были Сегодня обзор только на одну палетку Поэтому Не, просто, ребята, это охуенно Выглядит очень хорошо И пока у меня складываются ощущения Что это лучше палетки B2B Которая миллион цветов Знаете, матовая Такая она Кстати, без зеркала Поэтому это, ну, не очень Куда мне смотреться Мистер Пик, конечно Ну что, погнали красить глаза Упу, зазумились Так, вообще не знаю Я всегда теряюсь в радужных палетках Потому что Хочется все попробовать А это достаточно тяжело Но хотел бы сказать, что здесь все видно по рядам Первый ряд синий, второй зелёный, красный, фиолетовый И в конце нюдовый, вполне логично А ещё мне очень нравится, что здесь не все матовые Ну 50 на 50, сияшки и матовые, прикольно Вот это супер хорошо, такое мне нравится Так, давайте первым нанесём, конечно же, какой-нибудь самый тёмный И, наверное, это будет из фиолетовой зоны Вот этот, ладоседан баклажан Несём на внешний уголок Так, первым ощущением они такие твёрденькие Ну как, нормально, есть сыпучки, но не сильные Набралось хорошо Ууу, я в преискушении уже Надеюсь, это будет клёво, точнее, клёсно Ого Смотрите, кстати, вполне неплохо Так, первое, хорошо пигментированное Не пришивит пока что Правда, чуть-чуть осыпалось, но это небольшой косяк Красиво, хорошо Погнали дальше Я хочу много цветов, поэтому я не знаю Давайте возьмём вот этот красный Он такой, знаете, это молодая кровь, назовём Вот так вот как-то достаточно подростково романтично Набирается, кстати, помягче вот этот оттенок Более сыпучий Блядь, без зеркала Уже пойдём далее Вообще плотно, без пятен Ты чё такое? Это как называется? Смотрите Вообще нормально Нанеслось очень плотненько В общем, как фиолетовый Ничего вообще, никаких этих приколов Необычных Страшно Плётно Дальше я не знаю, что делать Наверное, возьмём какой-нибудь оранжевый оттенок Допустим, вот этот Мы делили апельсин, но ганасов он один Вот это вот Это чуть потвёрже Чуть-чуть Блядь, чё без зеркала? И пойдём вовнутрь Хотел бы сказать, что я всё наношу маленькой натуральной кистью И в принципе, вполне всё хорошо работает Оооо Вот это я понимаю, вечеря у нас Хутори, блист, диканьки В общем, нам нужно теперь здесь растушевать И я думаю, что возьмём оттенок Мёртвая лаванда Хорная лаванда Кожа твёрденькая Блин, чё-то осыпается Осыпается так нормально Ооо Кстати, тушуется между собой тоже хорошо Вообще без проблем Тушуется хорошо между собой Да и в принципе Это чё такое? Меня бесит то, что всё от случая к случаю Типа одна палетка может быть охуенная Другая может быть отстойная В чём прикол? Оранжевый через какой растушую? Возьмём из нюдового отделения Вот этот бежевый Хороший нюдовый растушёвочный Для нюдовых, собственно, макияжей Смотрите, вообще, да? Дымка Ну чё, давайте подкантимся? Сделаем себе кант, ёбаный Крис Консилером Джеффру Стар, my gosh Вот так Вот так И давайте Хочу зелёные взять, да? Мне кажется, зелёные интересные будут здесь смотреться Возьмём какую-нибудь вот эту салатевяшку Жаба-кислотница Погнали Салатевяшка, кстати, мягенькая Хорошо нанеслась на кисточку Плотный бочонок синтетический Давайте зыркнем Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Хорошо Сам шамирочек, он такой неяркий, но как бы Ну да, он не очень яркий, но красивый Ну что, следующее Какой оттенок я ебанул? Делайте свои ставки внизу Не знаю Давайте возьмём вот этот Назовём его Лямурка, в общем Не знаю Потому что он такая розовенький такой Да бля, да чё же оно без зеркала? И нанесём вот сюда Ну такой Или еле душа в теле Но пока что мне нравится все, что я использовал Достаточно неплохо рабочего характера Единственное, что мне кажется, что он чуть-чуть тускнеет со временем Ну, по крайней мере, матовый Потому что красный уже не такой красный, как был Блин, хочется какого-то прикола, я вот не пойму Потому что как-то слишком обычно, да, обыденно Какой-то нюдовый макияж в шкалку Мне такое не устраивает Сейчас, сейчас, погоди, я придумаю Давайте сделаем какой-нибудь новый прикол, который мы еще не делали Мне кажется, что когда-нибудь мои идеи исчерпают себя Так, хочется, знаете, вот здесь слишком много вот такого простого всего Хочется вот сюда вывести какую-то линию И вот как-то выгнуться, чтобы прямо, ну, как-то вот так вот пошло Совсем очевидно, но чтобы гармонично Эргономично, да? Феерично, прозаично Фу, ладно, сейчас маневр, я не знаю, что будет Просто мне пришло в голову Эх, как лому какой-то рисун Так, в принципе, неплохо, кстати, да, интересно Все, погнали дальше Забьем эту линию каким-нибудь другим оттенком Контрастный к фиолетовому, ну, какой-нибудь желто-зеленый, да? Вот этот золотишко возьмем Назовем его египетская пирамида Несоммида Что-то на корейском Египетская пирамида Очень удобно, что здесь нет зеркала Потому что я всегда пытаюсь посмотреть А у меня там ничего Потому что кто я? Забьем линию Ну, кстати, хочется ее не полностью забить чем-то еще Здесь есть приколдосный оттенок В нюдовой зоне, вот этот, вот голубяшка Он как топер, как будто бы, ну, короче, непонятно Давайте попробуем его Мне кажется, он будет хорошо ложиться, как хайлайтер Возможно, он немножко дуахромит, но это не точно Сейчас посмотрим Конечно, показываю вам оттенки на маленьких деталях Где их ни хрена не видно Носочек, думаю, было понятно Ну, даёт такое легкое голубое сияние, а не сильно Вооооо, очень нравится Приколдосно придумали Давайте уже переходить к нижнему веку Хочется слизистую какую-то приколдесную, чтобы у нас прям Чудно, быть чудно Давайте возьмем, наверное, карандаш от Jeffrey Starr Автоматика айлайнер, мани-контур Вот такой Пройдемся по слизистке О, нормально Зеленушка А на нижнее веко что положим? Ну давайте, чё, уж там греха таить, прям вот Раз все цвета намазюкали, а нам остался какой реестр? Этот, зона комфорта Синяя, давайте синявку Чё? Ой, блядь, чё-то я это А, кстати, здесь почти все синие сияющие Только самый тёмный, ну давайте вот самый тёмный возьмём Ой, он очень сыпится, самый тёмный Очень сыпится, и нанесём на внешний уголок Ой, будьте бдительны, он её осыпается на кор... Ой, ну он такой прям яркий Соединяем с верхним веком Блин, чё-то осыпалось так сильно Я надеюсь, это не останется у нас Опа-оба, осталось Ёб твоём, красотища какая Давайте дальше возьмём вот этот изумрудный город И идём дальше Блин, ну он не очень пигментирован Смотрите, прям пятно такое цветное поставил И его хуй просыш Ну, сыпучки, сыпучки Через какой оттенок это всё тушевать будем? Давайте вот этот возьмём травку Вид, смог виду, бред Думаю, нормально будет через него Чё-то он как-то набирается не очень Вот как-то так Он этот как-то, ну не знаю, он странный какой-то Ну, собственно, уже на нижнее веко наше Фу, на финишной прямой Конец-то Какой-нибудь вот этот вот лазурный берег Здесь кислотные жабки чуть добавлю А во внутренний уголок Чтоб никто не уволок, что? Ну, блин Давайте опять возьмём вот этот топпер Как я его называл? По-моему, название не давал И во внутренний уголок уже его положим Оооо Он, кстати, приятный такой Прям как северное сияние вот такого Нежный и красивый Ну и, собственно, вот наш глаз В принципе, достаточно неплохо выглядит Меня пока что безумно поразили все цвета Они достаточно пигментированные Несмотря на то, что это палетка Юкин Би китайского происхождения Но это как бы у нас вообще уже неподозрительно Что они делают хорошее что-то Поглядите просто Очень пигментированно Хорошо тушевалось В общем Давайте я сделаю второй глаз Наклею реснички И вернусь Вуаля Выгляжу снова какой-то Пидораской Ладно В принципе, достаточно неплохо Мне нравится, как получилось Интересно Пикантно А без перца В общем, в этой палетке давайте еще используем какой-нибудь хайлайтер Я думаю, вот здесь как раз вот два сияющих каких-то Вот этот топпер, который мы использовали Северное сияние И вот это нюдовый глаз И давайте намажем как хайлайт Начнем с нюдового глаза Так Ооо Пошла жара Нифига Хорошо, Олег Нюдовый глаз-то Причем, знаете, что клево? Вот этот оттенок в цвет кожи И он хорошо вот прямо сливается с ней Ну и сияет, конечно же, тоже балдежно Люблю, когда в палетках можно использовать какие-то оттенки для лица На его подлого А теперь возьмем северное сияние И, наверное, поставим какую-нибудь такую точку Да, то, что такое красивое сияние дает Более холодненькое Для любителей морозных хайлайтеров Аааа, слышишь, зов мой? В принципе, мне нравится Я бы добавил еще немножко какой-нибудь румяшки Тепленькой Но здесь прям таких румяных оттенков нет Поэтому возьму оранжевюльку Я люблю такое, поэтому без проблем вообще Конечно же, стряхну об зеркало И слегонца нанесу Аккуратными движениями Также на лобок продублирую Чтобы картину объединить На носик чуть-чуть В общем, какой-то вот такой вот макияж вышел И обратно зашел Нам остались губы Для финиша, так скажем Возьму вот такую синенькую помадку От Джеффри Стара В оттенке Блу Вот так Знаете, еще хочу добавить Немножко блеска, так сказать Я уже говорил, что это очень крутое жидкое стекло От Pro Makeup Lab Вот баночка Скляночка И на губсы ее нанесу Ну вот, в принципе, и все Я на самом деле балдею от макияжа Красиво, в принципе, получилось Палетка достаточно удивительная Удивительного формата Красивого вида Цыганского типа И давайте не побударим Когда посмотрим Прогоночку Субтитры сделал DimaTorzok В общем, какая-то такая вот у нас вечеринка вышла Тропикана женщина Ничего помимо этого макияжа Прекрасного, раз чудесного, но достаточно Такого непростого, мы посмотрим более простые Вариации, которые мы можем делать вместе с этой Палеткой, поэтому, тестовые макияжики А вот и макияж Добрый вечер, вашу хатынку Смотрите, какой у нас красный Глаз, шоколадный, сегодня я делал макияж При помощи, как вы уже поняли, красного Вот этого нашего регистра, что за слова Вот так выглядит макияж глаз наш И я использовал этот в затемнении Вот этот в растушевке На подвижке у нас два оттенка Вот этот довольно интересный Ну и оранжевый А и во внутренний уголок вот этот нюдовый глэ Помните? В общем, вот пять оттенков, достаточно макияж Ну такой вечерний, чуть сложноватый, но вполне носибельный, как бы для всех По характеристикам ничего не изменилось, потому что они, ой, я не знаю, но это очень хорошая палетка для тех, кто ну типа вообще, ну просто Тушуется, достаточно пигментированная, всё прям супер-пупер Вообще вопросов к ней нет Класс, лайк в одноклассниках ставлю А вот и макияж Сегодня выглядит так Зеленушка с оранжевеликой В общем, мы использовали зелёный рядок Здесь также и оранжевый затесался, поэтому Тёмненький, жёлтенький в растушёвочке Вот эти три сатина на подвижке Ну там оранжевый ещё, понятно Но мне достаточно понравилось, хотя Видите здесь жёлтый, он такой какой-то, ну, растакой Такое ощущение было, как будто я использовал на ней То есть жёлтый здесь не совсем сильно в этой палетке Но в принципе насчёт зелёных, они как будто не так сильно пигментированы Приходилось наслаивать, так, смачно Чтобы получить вот такой вот более яркий эффект Но хотел бы сказать, что жёлтый это тяжёлый цвет Такой рецессивный И он всегда требует подложки, белый, либо цветовой Чтобы он был прям максимально жёлтый Очень редко можно встретить, где он прям яркий-яркий-яркий пигментированный А вот зелёные, да, такие слабоваты Хотя сатинчики достаточно неплохие Выглядит, да, так неплёхо Ну и, собственно, оранжевого норма В дополнение хочу сказать, что я никогда не использую подложки, когда тыщу тени То есть вы можете увидеть их оттенок без подложки Какие они есть Но хотя в стандартном макияже всегда нужно делать подложку под такие цветовые штуки Чтобы, во-первых, было всё стойче Во-вторых, чтобы яркость была максимальная Вот так Не, ну претензий нет, типа всё клёво до сих пор Я в восторге А вот и макияж с двумя цветами А пока я сидел красился, Рома пришёл такой, говорит Кайфуем пиццей Целых три Кайфуем, бля Ладно, на этом глазу, я думаю, вы поняли, что я использовал голубую зону А на вот этом шоколадном Нюдовую Ну и выходит, что я продемонстрировал почти все оттенки Вот поближе вам рассмотреть В принципе, тушевалось всё окей Хотел бы сказать, что синяя зона супер пигментирована И макияж получается, как будто я взял Джеффри Вот такое ощущение Этот в затемнении Этот ближе к центру Вот этот в самом центре Переходный, он достаточно красивый Мне нравится Он выглядит сложно и необычно Если что, второй с конца А в нюдовом Та же схема макияжа, но оттенки немножко другие Чёрный самый тёмный Вот этот идёт дальше И вот этот бежевый в автошовке На подвижке вот ента И нюдово глэ Ну посмотрите, вот эти, которые переходные цвета Они достаточно сложные и очень интересные Я почему-то, когда первый раз смотрю на эту палетку Эти цвета особо не замечаю Но потом макияж они выглядят достаточно вот так сложно И вообще просто, ну, необычно Но в уголочках здесь, ну, наше любимое Северное сияние вот это Можете его разглядеть теперь поближе Он прям хороший топпер для чёрных смокер Да и вообще для любых смокер В общем, от синей зоны с коричневой я в восторге Они неплохие Причём синее меня удивило намного больше Странно Голубой-синий макияж А знаете, что я не сделал? Я губы не нарисовал Сейчас, погодите Короче, не знал, какой взять цвет И для таких случаев Команда Наталины и Мюэй Я дико извиняюсь, я его потушую Потому что я люблю так Эффект выебанного рта сделал Опа До сих пор у меня нет никаких претензий К этой палетке Потому что она работает достаточно неплохо За свои деньги Давайте сейчас зарезюмирую Что все рядки достаточно хороши Единственное, что вот зелёный рядок Он слабоватый Вот так Он хорош, но слабее, чем все остальные Вот такой вечерний макияж Короче, давайте погнали дальше Вот такие вот они были Больше их нет Потому что, ну, что В общем, палетка Spotlight от YouCanBe Думаю, вам очень интересно, сколько стоит Такая малышка нереального характера Карнавального типа Красивого вида На Джуме она стоила 1000 рублей Вообще, очень достаточно неплохо вписывается в наш бюджет Так, ещё и с таким количеством цветов и рефилов Ну, типа, грех нельзя По скидке сейчас 894 рубля Также такая палетка имеется на Алиэкспрессе за 900 рублей За 1000 Ну, в общем, в среднем 1000 рублей Упаковка достаточно клёвая Мне нравится её трогать Она такая вот прям Как будто прорезиненная Ну, такая софт-тач В курсе? Мягкое прикосновение Единственное, что нет зеркала Это мин Потенем 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8 8 на 5 Здесь у нас имеется 40 рефилов 40 Карл Маркс Ха-ха-ха Я даже считать не хочу, сколько сатиновых, сколько матовых Потому что их здесь примерно 50 на 50 Как я уже говорил, всё логично Здесь всё по цветовым рядкам Вам понятно Всем понятно Никто не запутался Грубо говоря, можно сделать голубые макияжи Зелёные макияжи Оранжево-красные Фиолетовые И нюдовые Мешаем, получаем новое что-то там У себя на кеках Так, ну и что? Мне понравилось Мне реально понравилось Они достаточно пигментированные Хорошо тушуются между собой в кожу Пока проблем у меня не было Все рефилы такие мягенькие Поэтому пигмента достаточно много Матовые просто вкус Сияшки Это вот типичная, стандартная Классическая дилемма Не очень сияющие Они такие сатинчики Но как бы в принципе Мне нравятся, хорошо Но сияют Ну как бы вот так Сижу-пержу сама с собой Вот они вот так вот у себя ведут Поведение как бы нормальное Удовлетворительного характера Помимо того, что у нас здесь какие-то цветовые рядочки У нас здесь также есть и тоновая градация От самых тёмных вот с этой стороны До самых светлых вот с этой стороны Очень хорошо Очень логично Очень понятно Работать несложно с этим Этими затемнили Этими высветлили Что? Ну наверное единственное, что бы я чуть-чуть добавил Что они немножко улетучиваются с глаз Они такие прям яркие Как мы вот Нанесли Оно прям такое И вот такие Но через какое-то время Они такие чуть-чуть Чуть-чуть уходят Такие Карантин карантином Но как бы в магазин сходить хочется Вот такое у них настроение В принципе по ним всё В общем это такая Хорошая Радужная палетка Для тех, кто любит яркие макияжи Для тех, кто Мейкап артист Ну и также для тех, у кого финансовое положение в режиме богатство временно недоступно Вот это она, очень хороша Кто все не решался покупать подобные палетки Она достаточно бюджетная Ее в принципе можно позволить для того, чтобы поиграться с ней Всякое разное Ну и в общем мое мнение таково Она очень хороша для своей ценовой категории Вот в общем-то и все Я ей ставлю, наверное, 10 из 10 Нет, хочу минус 1 Потому что нет зеркала Ну это прощается, конечно, но меня бесит Я ее держал в руках, я вечно смотрю сюда А здесь вижу фигу Крутая, одобряем, ставим лайк 9 из 10 Все, вот такой вот макияж Класс у нас вышел вместе с ней, если кто еще не заметил В общем, ребята, надеюсь, вам понравился этот обзор Понравился мой макияж И, собственно, как работает эта палетка Пишите свое мнение в комментариях Я думаю, уже миллион людей сняли обзор на нее А я такой, ну, немножко напомню, как бы, вот этой прелестной УКНБ В общем, не стесняйтесь, дерзайте Делаем креативные яркие макияжи Потому что, а че, а че Можем себе позволить такого подобного рода, да? Думаю, обзор был достаточно короткий Но зато достаточно ясный В общем, с вами сегодня такой вот радужный да Нет, это тропиканский Нет, какой я А какой я сегодня? Я бываю разный Бываю чертенком Бываю ангелочком Это у меня раньше на Мотороле была такая дживка Там Барби какая-то И блестки, вот это главное Блестки, блестки И она меняется из разных образов Переодевает Ничего не предвещало беды И кажется, что сейчас я осознал, что это была предсказывающая дживка Шок В общем, сегодня с вами был ангелонок-чертенок Не знаю Дао, всех люблю, целую Пока Я не твой ребенок Я не твой ребенок, Федя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok